Привет, друзья! Сегодня во время подготовки к очередному обзору акустической гитары у меня лопнуло две струны на одной и той же гитаре. Интересно, почему? Заговор, наверное. Так, в общем, какое еще время мы могли выбрать, чтобы записать видео о том, как правильно менять струны на акустической гитаре? Что же мне понадобится для смены струн? Конечно же, новые струны. Как же без них? 1256 фосфор-бронзовые от компании DADARIO. Мне понадобится вот такая вертушка для колков. Я, конечно, могу крутить их своими руками, но мне лень, поэтому она лишней не будет. Мне понадобится шестигранник комплектный от этой гитары. Он отлично подойдет для того, чтобы я подправил анкер, и струны не звенели бы после того, как я их поставлю. И, конечно, мне понадобятся старые пассатижи студийные, чтобы отрезать лишнюю часть струн. Ну что ж, для начала избавимся от оставшихся старых струн. Извлечем бридж-пины, используя обратную сторону вертушки, специально для этого и предназначенную. Итак, мы сняли все старые струны. И будьте внимательны в этот момент. Например, бриджевый порожек никогда не закреплен. Постарайтесь его не потерять, потому что, в общем, тогда будет эпик фейл. Так же, как и порожек у грифа, часто не закреплен и может слететь в самый неподходящий момент. Внимательнее. Я, лично, люблю начинать смену струн с того, чтобы поставить новые струны в бридж. Вот и начнем. Итак, первая и самая главная хитрость, которая есть в установке струн на гитару, это то, как правильно установить струну в бридж, используя бридж-пин. Поехали. У струны есть колечко, у бридж-пина есть слот. Колечко должно входить в слот именно вот так. И ни в коем случае не боком. То есть, отверстие не должно смотреть на прорезь в бридж-пине. Потому что, если вы установите струну именно так, струна вырвет бридж-пин из своего места и отскочит вам в лоб. Вы этого не хотите, я тоже. Поехали. Берем струну, ставим бридж-пин. И одновременно вжимаем бридж-пин и пытаемся вытащить струну. Итак, она надежно закреплена в своем месте. А я продолжу закреплять все остальные струны. Итак, мы установили все струны. Я откладываю их на другую сторону и начну установку их в колки. Итак, перед тем, как начать ставить струны, я выставил все колки так, чтобы отверстия смотрели параллельно грифу. Это сильно упростит мне задачу установки струн и ускорит ее несколько раз. Начинаем с шестой струны, доходим до четвертой. После этого переходим на другую сторону и устанавливаем первую, вторую и третью струны. Поехали! Способ, которым я буду устанавливать струны, называется Мартиновский замок. Известен, собственно, из-за того, что на заводе Мартин используют именно этот способ. Это не значит, что он единственно верный. Это всего лишь значит, что этот способ для меня самый быстрый и удобный. Итак, вставляем струну в отверстие и протягиваем ее до самого конца. После чего, придерживая струну за колком, большим пальцем я отгибаю ее за гриф. Так я отмеряю расстояние, которое мне нужно будет для совершения правильного количества оборотов струны вокруг колка. Загибаю струну. А теперь самое сложное, что, собственно, и есть Мартиновский замок. Я провожу струну, другой конец струны, под струной. Зажимаю и, натягивая струну правой рукой, левой рукой, перегибаю ее. Теперь струна надежно закреплена в колке. Я могу натягивать струну, не боясь за то, что она вылетит из своего положения. Продолжим ставить струны. Повторю способ еще раз. Протягиваем струну в колок, придерживаем левой рукой оставшийся хвостик, правой рукой большим пальцем заводим ее за гриф, загибаем струну в сторону колков с противоположной стороны, заводим струну кончик под струну, правой рукой натягиваем, левой рукой перегибаем сверху и натягиваем струну. Все просто. Контрольный раз, если кому-то показалось этого недостаточно. Пропихиваем струну внутрь, заводим струну за гриф, загибаем кончик, кончик под струну и над струной. Благодаря тому, что мы используем способ Мартиновский замок, я уже сейчас могу обрезать оставшиеся хвостики струн, и они не будут мешать мне поставить оставшиеся струны. Продолжим установку струн на оставшейся второй части гитары. Для этого перенесем струны на другую сторону, чтобы они нам не мешали. Возьмем первую теперь струну. То есть логика такая, мы идем не по порядку, не 6, 5, 4, 3, 2, 1, а мы идем от ближнего к бриджу колка до крайнего. Стоит обратить внимание, что в этот раз я завожу струну в другую сторону, то есть снова в сторону колков, а не просто там в правую или в левую. Потому что направление наматывания струн всегда должно сохраняться таким же, каким оно и было изначально, когда вы купили гитару в магазине. То есть, как видите, витки идут внутрь головы грифа, но никак не наружу. И наконец ставим последнюю струну. Осталось только срезать лишние концы струн и настроить гитару. И предвосхищая ваши прекрасные комментарии на ютубе о том, что это нужно было делать кусачками, а никак не плоскогубцами, я отвечу. Конечно, кусачками получилось бы аккуратнее и лучше, но у нас их нет, а плоскогубцы есть. Ещё не успев окончательно натянуть струны, я заметил, что в первой части грифа они стоят довольно высоко, а это в 99% значит, что анкерный стержень нужно немножко подтянуть. Для этого воспользуемся специальным шестигранником. Есть два случая, когда нужно трогать анкерный стержень. В первом у вас звенят лады от первого где-то там до пятого, ну даже если первый, то уже надо ослабить его немножко. И второе, это если струны, наоборот, слишком высоко, как у меня сейчас. Мне нужно анкер натянуть, в противном случае его нужно было бы расслабить. Как он работает? Это простой винт. Если вы его хотите натянуть, нужно крутить анкер по часовой стрелке. Если вы хотите ослабить, нужно крутить против часовой стрелки. Элементарно просто. В 90% случаев доступ к анкеру у акустических гитар находится в розетке. Гитара Sigma не исключение. И будьте внимательны, все операции над анкером нужно проводить со струнами, максимально спущенными, а то вы можете его испортить. Ну что ж, я думаю, готово. Окончательно смогу сказать после того, как настрою гитару. И так гитара настроена и готова стать героиней нашего следующего обзора. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok